Автомобиль с пробегом В автомобиле ехать комфортно, намного комфортнее, чем во многих иномарках Но главная задача этого авто – зарабатывать деньги Ну что ж, друзья, если вам нужен автомобиль, на который вы и едете, и что-то везете, то, наверное, это он Я правильно говорю? Валер, ну да, если вы хотите и ездить, и работать на этом автомобиле, ну, в частности, возить какие-то грузы полезные, этот автомобиль подойдет Какого года и что, вообще, это за автомобиль? Валер, это Volkswagen Caddy 2010 года выпуска, с объемом двигателя 2 литра дизель, то есть просто СДИ, без турбины Без турбины, а чем кращий мотор без турбины, вид мотору с турбиной? Не такой прихотливый к маслу, меньший расход, соответственно, дешевле в обслуживании И меньше износ двигателя, так как нету никакого давления постороннего на него А какие минусы? Минусы? Маломощный, это, наверное, самый большой его минус, потому что он маломощный На 2 литра дизель всего лишь 70 лошадиных сил Какими еще силовыми агрегатами комплектуется саме цей Caddy? Валер, ну давай начнем с того, что Volkswagen Caddy начал выпускаться с 1982 года И начали выпускать его в Югославии, в городе Сараева И по сегодняшний день выпускается этот автомобиль, только уже поменялось 3 поколения Ну вот давай говорить в частности о третьем поколении этих автомобилей И именно о грузовой версии, потому что в пассажирской версии еще больше вариантов двигателей Ну а давай в частности о грузовых автомобилях Смотри, есть бензиновые моторы, это 1,4 и 1,6 литра Мощностью 7... атмосферные моторы, просто 1,4 и 1,6 до литра Вот, смотри, 1,4 это 75 лошадиных сил, 1,6 сто две лошади И два дизельных агрегата на грузовых автомобилях устанавливались Это 1,9 турбодизель, мощностью 105 лошадей Два литра простой дизель, ну в частности этот автомобиль 70 лошадиных сил И 2 литра турбодизель мощностью 140 лошадиных сил Это самый мощный мотор в линейке этих автомобилей Якую трансмицію комплектуются эти автомобили? Грузовые автомобили используются для того, чтобы возить грузы А так как автомобили с коробки автомат не любят дополнительных нагрузок Поэтому для них ставятся механические коробки Ну и вообще в грузовом автомобиле, который нужен для того, чтобы зарабатывал деньги Он должен быть изначально дешевый в покупке Поэтому в нем делали его максимально дешевым То есть механическая коробка, кондиционер, а не климат Очень часто даже не ставились электропакеты, чтобы удешевить его стоимость Чтобы он был доступен для людей И все же таки, этот автомобиль набагато комфортнейший за будь-якие Жигули Ну, Валер, это не сравнимо, это же Фольксваген А теперь несколько слов про внутреннее остаткование этого автомобиля Что есть, чего нет Я уже говорил о том, что грузовые автомобили не особо богаты на комплектации Но все-таки в данном случае в этом автомобиле есть практически все, что можно поставить в грузовой кладе Есть кондиционер, есть усилитель руля, есть система АБС Есть система, которая помогает нам во время заноса, то есть антибукс, антизанос И есть полный, ну в данном случае полный электровакет, потому что двери всего лишь две И управление зеркалами Такие все знаменимые ручки переключения климат-контроля, точно как в Шкоде Фабии Какая у меня колись была Валер, ну, Фабия и Фольксваген очень близкие по духу и по производству марки Да, это все-таки один бренд Фольксваген, да, они все принадлежат этому концерну Но я скажу тебе больше Вот у тебя была Шкода Фабия, а помнишь, такая была Шкода Фелиция? Так А вот Шкода Фелиция сделана на базе второго поколения Кадди Валер, мы можем положить с собой 750 килограмм, это то, что заявлено в технических данных, 750 килограмм груза Но наши люди умудряются грузить больше Кто есть конкурентом на рынке у этого автомобиля, у Фольксвагена Кадди? Та какие преимущества есть у него, а может какие-то недолики? Ну, Валер, конкурентов, наверное, много, но возьмем самого прямого конкурента Это французский производитель Рено В частности, с его моделью Канго Если объем грузового отделения данного автомобиля 530 литров То в аналогичном рынке Канго это 650 литров Это больше, значимо Валер, это значимо больше, но, есть маленькое, но, грузоподъемность у него меньше Если, повторюсь, мы можем везти здесь 750 килограмм То в Канго всего лишь 550 килограмм На что варто звернути увагу? Яки характерные проблемы для этих автомобилей? Валер, вообще характерные проблемы, в частности, для дизельных автомобилей В нашей стране это качество топлива Наверное, без турбины В любом дизельном автомобиле существует проблема с топливом Дело не в турбине Турбина работает же не от топлива, а от отработанных газов Поэтому, в принципе, топливо к турбине не имеет отношения Масло, да, но топливо нет Поэтому оно убивает топливную систему Форсунки, топливный насос Вот на это следует обратить внимание Потому что они не гниют Машины оцинковывают Даже завод и зацветитель дает 12 лет гарантии на коррозию То есть, что не будет у вас коррозии, это 12 лет только от завода Они в этом уверены Соответственно, значит, он проходит еще больше Поэтому на коррозию я бы не обращал внимания Целостность кузова, он цельнометаллический полностью То есть, его не рвет, он достаточно крепкий Ходовая, но она тоже проверена уже годами Кто использовал Volkswagen, тот понимает, что поломать его практически невозможно И разве это делать специально? Когда ты особенно сидишь в салон этого автомобиля Какой он в тебе вызывает впечатления и ассоциации? Ну, ассоциацию, наверное, сразу, мне кажется, что я попал в Golf Ну, Volkswagen Golf, это все-таки одноклассники автомобиля На базе него спроектирован этот автомобиль Начиная с первого поколения и по сегодняшний день То есть, панель приборов, руль, посадка Очень похожа, так как мы сидим в Golf И за сколько сегодня, у травня 2015-го року Можно купить Caddy с 2-литровым дизельным мотором У цей комплектации и в этом состоянии Если мы говорим о автомобиле 2010-го года, как в данном случае у нас То на сегодняшний день такой автомобиль можно приобрести за 8 тысяч И как всегда напомню Перед покупкой автомобиля проверьте обязательно документы Не поленитесь заехать на СТО для проведения диагностики И проверьте состояние лакокрасочного покрытия специальными приборами Если вы собираетесь придбать конкретное авто и вам необходима фаховая парада Пишите назву автомобиля на электронную адресу, которая появилась на вашем экране И в одной из следующих программ наш эксперт обовязково расскажет вам про него И тебе поможет сделать правильный выбор Вы смотрели рубрику Драйвинг, а Weekend Express продолжается дальше